Изучить режим работы и алгоритм управления электродвигателями, которые применяются в лифтах или, например, для охлаждения атомных реакторов. Наглядные на практике теперь смогут студенты Чувашского госуниверситета. Там открыли первую в Поволжье учебную лабораторию цифрового электропривода. Новый стенд — это реально действующий комплекс управления электродвигателями, который используют уже на многих предприятиях страны. Он оснащен функцией непрерывной интеллектуальной защиты, электрической от токовых перегрузок, технологической от температурной и вибрационной, что и делает его таким востребованным в нефтяной и атомной промышленности. К нам ежегодно приходят новые люди, и мы видим, что уровень тех знаний, которые они имеют после окончания вуза, не всегда достаточен для того, чтобы работать на современной технике. Соответственно, для того, чтобы как-то повысить их уровень, чтобы к окончанию вуза они имели более современные практические знания, были как-то знакомы с современной преобразовательной техникой, мы в инициативном порядке создали данный стенд. Комплекс создан выпускниками госуниверситета, ныне уже действующими сотрудниками одного из ведущих научно-производственных предприятий республики. Разработчики отмечают, стенд универсален. Он позволит студентам наглядно и более детально изучать принципы работы электродвигателя. То есть на сегодняшний момент он уже предназначен как минимум для двух факультетов. То есть это факультет энергетики и электротехники и факультет промышленной электроники. То, что мы сейчас видим, это преподавание таких предметов, как монтаж и наладка преобразовательной техники, цифровой электропривод, микропроцессорная система управления, СУТП в электроприводе. Оборудование, созданное в стенах учебной лаборатории, специалисты называют уникальным. А педагоги отмечают, что выпускники университета уже задают тонны в работе энергетической отрасли не только в республике, но и по всей России. Екатерина Данилова, Вести Чебоксары. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова